Больше 10 тысяч случаев интернет-мошенничества выявили в Казахстане с начала года. Почти четверть из них связаны с онлайн-покупками на маркетплейсах и интернет-аукционах. Поймать преступников очень сложно. Этим в нашей стране занимается Киберпол. Подразделение относительно новое. О нем мы и поговорим в этом выпуске. В эфире программа «Честь имею». Погнали! На первый взгляд это обычные полицейские. Но вот специфика их службы отличается. Преступления они расследуют не в реальной жизни, а в глобальной сети. Появилось подразделение киберполиции два года назад. Набирали сотрудников наиболее подготовленных к данным. То есть для раскрытия данных видов преступления в этом числе состоят оперативные сотрудники и сотрудники следственных отделов. В составе Киберпола опытные исследователи, оперативники, криминалисты и IT-специалисты. Собственная цифровая лаборатория позволяет им проверять гаджеты и выявлять программы, которыми пользуются интернет-мошенники. О себе расскажите, как вы в это подразделение попали? Я имею, получается, два диплома. Юридический, технический. В связи с чем мне было интересно поработать именно в этом направлении. Так как данные преступления, правонарушения, сейчас набирают очень массовый характер. Работы у Киберпола много. Ведь с расширением возможностей интернета и развитием IT-технологий, мошеннические схемы становятся все более разнообразными. На сегодняшний день сам из распространенных видов хотим отметить это звонки от сотрудников банка, либо сотрудников Комитета национальной безопасности, либо правоохранительных органов. То есть звонят, представляются, говорят о том, что мошенниками причина, то есть имя причина попытка завладения денежными средствами мошенниками, и нужно перевести денежные средства на какой-то либо счет Национального банка. А также у нас покупка товаров через приложение распространенное, то есть Инстаграм, ТикТок и так далее. Вот еще один новый способ обмана, который недавно появился в Астане. Сейчас мошенники также нацелены на госслужащих, то есть могут написать от именно руководителя, да, какой-нибудь госорганизации, о том, что со стороны КНБ проходит проверка. Далее, получается, сотрудник КНБ, якобы сотрудник КНБ звонит этому человеку и сообщает, что через банковский счет, то есть были переведены деньги на какую-нибудь террористическую организацию, либо по поимке мошенников и так далее, начинают вербовать, и в последующем люди начинают оформлять кредиты на свои имена, либо же свои сбережения переводить на какие-то безопасные счета по указанию этих же сотрудников. Мошенники меняют тактику разводов буквально на глазах. Это напоминает своеобразную игру в догонялки. Только научились отбиваться от назойливых телефонных сотрудников банков, как на арену выходит искусственный интеллект. Звонят по видеозвонку, записывают видеоверификацию лица граждан, после чего оформляют кредиты, либо берут микрозаймы в МФО, в микрофинансовых организациях. Киберполицейские признают, что испытывают проблемы, точнее ограничения в работе технического плана. Это связано с тем, что мошенники в переписке с жертвами и посредниками пользуются мессенджерами, которые позволяют скрывать их абонентские номера. Серверы этих мессенджеров находятся за рубежом, что значительно усложняет их поиски. Раскрытие одного уголовного дела занимает очень большое количество времени, в связи с тем, что очень много направляется запросов в разные организации. Тем не менее, преступников вычисляют. Ловить их иногда удается большими группами. В нашем министерстве внутренних дел совместно с украинскими правоохранительными органами было задержано в прошлом году пять колл-центров, которые были задержаны. То есть в данных колл-центрах работали люди, около 50 человек, которые сейчас проходят по уголовным делам. Но не всегда аферисты находятся за пределами Казахстана. Некоторые работают внутри страны. Он зашел на сайт учебного организации, Платонус и там поменял, получается. И полностью оттуда какие-то баллы начислились, деньги начислились. И оттуда он вывел денежные средства. И этот с помощью установили, получается, кто это сделал. Именно с помощью IP-адресов, вычислений. И поймали потом в последующем... Гражданином Казахстана оказался? Да, гражданином Казахстана оказался. Также у нас были кейсы с криптовалютой. То есть хищение криптовалютой с кошелька. Также у нас имеется заключение с криптобиржами, с платформами. Благодаря чему также получилось раскрыть данное уголовное дело. Сотрудничает Киберпол не только с криптобиржами и правоохранительными органами других стран, но и хакерами, и крупными международными организациями. У нас есть организации, которые именно предоставляют нам разные платформы, либо программы для того, чтобы, как бы сказать, улучшить нашу деятельность в сфере раскрытия данного преступления. То есть IT-специалисты помогают нам. Тоже мы обращаемся за помощью к ним. Имеется повышение квалификации сотрудников. Для этого не только со стороны Министерства внутренних дел, также есть организация по безопасности и Совету в Европе. То есть оба эти, которые постоянно тоже нам обучают нас новым методом, как расследуются в других аналогичных странах Европы, к примеру. Квалификацию киберполицейские повышают и в учебных аудиториях. Новые знания действующим сотрудникам дает Карагандинская Академия МВД. Преступные схемы, как их распознать и что делать, чтобы выйти на след интернет-мошенника. Об этом и рассказывают преподаватели Академии. Опытные уже сотрудники, которые имеют большой практический стаж работы, приезжают сюда, именно в Карагандинскую Академию МВД. Мы их размещаем у себя на территории Академии. И в течение месяца мы передаем те знания, которыми обладаем повышение квалификации, постоянный ключ к умелому управлению не только кадрами, но и к умелому разоблачению преступных групп, занимающихся именно в сфере киберпреступности. Бороться с киберпреступниками полицейских учат опытные исследователи с богатым профессиональным опытом. Вы давно служили в полиции? Я с 2009 года в полиции, вот в 2016 год пошел. Мошенников плавить приходилось? Так точно, я действующий следователь, старший следователь, ну бывший, старший следователь. Проработал во многих регионах, это Акмольдская область, Астана, Алмата. В следственном департаменте приходилось мне работать в МВД республике Казахстан. То есть у меня имеется, ну, достаточно для передачи знаний практически опыт. Базовые навыки программирования и знания в области электроники киберполицейским тоже нужны. Учим курсантов разбирать мобильные телефоны. Это нужно уметь на случай, если возникнет необходимость изучить какие-нибудь чипы внутри устройства. Ребята не только разбирают телефоны, но и умеют их спаивать. Чтобы сократить число киберпреступлений, мало работает только полицейский, говорят в МВД. Важно, чтобы и сами казахстанцы проявляли бдительность, так как в случаях с мошенничеством жертва, по сути, самостоятельно переводит деньги злоумышленнику. И, следя из статистики, мы видим, что, да, действительно, казахстанцы обращаются в полицию. На сегодняшний день у нас регистрация интернет-мошенни составляет более 3800 фактов. Это говорит о том, что очень много фактов совершается в отношении именно граждан столицы. Чтобы обезопасить себя, полицейские в первую очередь рекомендуют перепроверять сомнительные звонки и СМС. Избежать связи с мошенниками могут помочь и новые технологии. Например, сервисы по определению номеров. Если человек понял, что он является жертвой мошенник, то, что он попал на уточку мошенников, то нужно об этом сразу сообщить в полицию, в колл-центр банка. Сейчас официально на базе Национального банка создан антифрод-центр, который сотрудничает с Министерством внутренних дел. То есть, если вы стали жертвой мошенников, вы должны обязательно сообщить об этом и передать все данные. Только в Астане полицейские с начала года зарегистрировали больше 3000 киберпреступлений. 700 из них раскрыли. Расследование остальных фактов продолжается. Всего жители столицы отдали в руки аферистов примерно 2,5 миллиарда тенген. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова